Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Потеряю, как я вел занятия, тематические, каждое воскресенье на улице. И вот сейчас мы их озвучиваем. Преображение. Пре, а значит перри, переделать, переписать, пересмотреть. Христос преобразился, то есть в ином виде показался, в другом виде свой образ показал ученикам своим. То, что на горе Фаворе, это произошло, об этом нигде не написано в Библии. Так уж принято, так и держимся. Ничего в этом мире стабильного нет, и все предлежит переделке. Мы его не насчитывали случайно, не помнишь? Не знаю. Ты не помнишь? Нет. Ну тогда считаем. 2 Петра 3.10 Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут. Стихии же, разгоревшись, разрушатся. Земля и все дела на ней сгорят. 1 Коринфянам 15.51 Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. 1 Коринфянам 15.52 Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вас трубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Везде переделка, переплавка, перековка. Сегодняшняя жизнь есть эра преображения. Христос показал, якожеможаху, то есть настолько, насколько мог. Не он мог, а насколько мы смогли вместить в нашу ветхую природу новую обновленную природу, которую увидели в преображенном Христе. Если бы он явил славу свою, как он есть, то кто бы остался жить? Исход 33.20 И потом сказал он. Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. Там ни горы не осталось бы, ни земли. Исход 19.18 Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне. И восходил от нее дым, как дым из печи. И вся гора сильно колебалась. Откровение 21.20 И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. Вот как можаху небо и земля. А что говорить о нас? Мы как мошкара при пожаре. На небе было все стабильно, ровно, константа, прямая. Но начинаются изменения, а Бог не изменен. И вот один из ангелов решил преобразиться. И из ангела сделаться Богом. И царь 14.14 Зайду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Иезекииль 28 глава. Откровение 12 глава. Так претендовал сын Зари, Люцифер. И он преобразился. Но не в того. Преображение, вопреки воле Божией, ведет только к худшему. Притом в пропорции неизмеримой, в каких-то процентах. Но бесконечно, страшно далеко от замысла своего. Мы даже представить себе не можем, какие бы лично мы были, если бы Бог дал нам жить нормально. Если бы большевики не совершили этот свой бандитский переворот. До основания весь мир разрушили. А потом такой свой мир варья и хлы построили, что сегодня пожинать плоды отказываются мракобедцы и цареубийцы. Мир греха, порока, заразы, преступности, убийства, непрерывной лжи, клеветы. Нигде в мире нет такой вакханальной преступности. Нигде не найти, чтобы так бесчестно поступали правители, судьи. Так грабили народ. Так вели себя люди в отношении друг с другом. И вот на арене появляется первый генеральный секретарь Компартии Союза, который решил показать социализм с человеческим лицом. Откуда он его решил взять, так и не пойму. Везде страшилища и привидения. Везде ложи, зараза. И вдруг лицо показать этого социализма. Где он думал косметику брать? О коммунизме речь уже не шла. Но социализм бы показать. И не с его обычным зверским, звериным лицом, а с человеческим. При этом в социализме прожили 70 лет и теперь решили его показать. Но отсюда вывод, что лицо все же было до этого Горбачева у социализма не человеческое. Лицо сатаны решили показать в лице ангельском. Звериный оскал людям решили показать. Это безносая смерть. Коса и на бледном коне. И когда показали его, то он тут же сдох и рухнул. То есть его нельзя было показать. Его надо было и дальше под саваном скрывать. Это чудище монстра-людоеда. Саваном. 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 У Горбачева Михаила Сергеевича тяжелое положение сейчас. Он в Германии возле жены, которая смертельно больна лейкемией. А не надо помолиться, чтобы Бог обратил ее к себе. Сколько она имела радости. Вникала в какие-то государственные дела. Он ее везде с собой возил. И как будто никогда ничего этого не было. Не было. Все преобразилось внезапно. В день преображения. В 1991 году. Когда хорошо спланированный масонами путь. Незринул 18 миллионов преступников-коммунистов. В один час. С грохотом сошли в преисподнюю. Исайя 14.11. Вы преисподнюю низвержена. Гордыня твоя со всем шумом твоим. Под тобою подстилаются черви. И черви покров твой. Иезекииль 31.16. Шумом падения от его я привел в трепет народы. Когда низвел его преисподнюю к отшедшему могилу. И обрадовались преисподней стране. Она все это потеряла. Ей сейчас ничего этого не надо. Она лежит на смертном адре. И прежней радости уже не воспоминается. Это и путь каждого из нас. Исайя 47.11. И придет на тебя бедствие. Ты не узнаешь, откуда оно поднимается. Поднимется. Поднимется. И нападет на тебя беда, Которую ты не в силах будешь отвратить. И внезапно придет на тебя пагуба, О которой ты и не думаешь. Рокомос 9.10. От меча умрут все грешники из народа моего, Которые говорят, Не постигнет нас и не придет к нам это бедствие. Хотела бы она вернуть то время, Когда бегала Райка, Не знал никакого... Хотела бы она вернуть то время, Когда бегала Райка, Не знал никакого Мишки. Но ничего этого уже нельзя сделать. Преобразиться в прежнее никому не дано. Но знать, предвидеть, Что все в мире так скоротечно И кончается так вот, Так вот она могла. Ибо была умной и грамотной, И о вечности могла задуматься. Когда ребенок родится, Его злоскают. Отца и мать поздравляют с его рождением. Но когда уж смерть у изголовья, У этого выросшего ребенка, То как бы он хотел снова вернуться, Преобразиться в того невинного, О ком сказано, Что таких есть Царство Небесное. И эту возможность преображения Бог дает в Иисусе Христе. Кем станет этот детеныш? Бандитом? Или нимфетка вырастет из нее? Мы не знаем. Но только человек рождается для того, Чтобы преобразиться в образ Божий. Наша жизнь есть сплошное И постоянное преображение. 2 Коринфянам 3.18 Мы же все открытым лицом, Как в зеркале, Взирая на славу Господню, Преображаемся в тот же образ От славы в славу, Как от Господня Духа. Римлянам 1.17 В нем открывается правда Божия От веры в веру, Как написано, Праведный верою жив будет. Мы должны каждый день меняться И идти по вертикали. У человека эта мечта извечная. Это было даже в раю. Человек хотел стать более знающим, Преобразиться, Стать как боги. Это мечта падшего духа. На эту же мечту подвигнул он И праотцов наших. Праотцев. Праотцев. Но Бог дает иное подавление Богу В святости. Адам преобразился в боязливого человека. До этого он никого не боялся, Ни от кого не прятался, Смело разговаривал с Богом. Но как только согрешил, Он сразу же спрятался. И Бог его ищет. Бытие 3.9 И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, Адам, где ты? Преображение, перемена образа. Бог при творении человека заложил в него свое отображение, По образу и подобию своему сотворил. И преображаться никуда не нужно было. А оригинал был рядом. Раскопки о стоянках древних людей Ничего нам не говорят об отношении человека к Богу И Бога к человеку. А были ли эти динозавры? Или сатана кость этих набросал? Образ человеческий был искажен грехом. И сына Божия Человек сделался сыном дьявола. Иоанна 8.44 Ваш отец дьявол, И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийцей от начала И не устоял в истине, Ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, Говорит свое, Ибо он лжец, И отец лжи. Послушав врага Божия, Человек из сына света стал сыном тьмы. И вот теперь преображение должно произойти и в человеке. Христос был истинным Богом, Сыном Божиим, Истинным человеком. Как Сын Божий, Он неизменен. А как Сын Человеческий, Он постоянно показывал, Что Он истинный человек. Вот Он жаждет, Вот Он устал и спит, Хочет есть, Прослезился. Это все свойства человеческой природы. Богу все это не свойственно. Бог вне эмоций. У Бога нет таких состояний, Как, например, посмотреть, Потому что Он всегда все видит, Знает. Бог всюду и везде присутствующий. Антропоморфизм. Уподобление Бога человеку, Чтобы понять его. Псалом 59.10. Моав, умывальная чаша моя, Наедома простру сапог мой, Восклицай мне, земля филистимская. Никаких сапог у Бога нет, Но необходимо показать, Что Бог всемогущ. Смысл преображения, Если мы хотим отнестись к празднику, Как к великому, Должен быть в том, Чтобы определиться в том, Как преображаюсь я. Человек рождается уже не по образу... Ребенок. Ребенок рождается уже не по образу Божию, А по образу Адама. Он уже смертен. Смерть там, где грех. Он от рождения до смерти Дан путь и время у Бога подобится. Сын Божий вочеловечился, Чтобы человека обожить. Или обожить. Псалом 81.6.7. Я сказал, Вы, Боги, И сыны Всевышнего, Все вы, Но вы умрете, как человеки, И пойдете, как всякий из князей. Моисей преобразился в лице, После того, Как побыл с Богом на горе. 2 Коринфянам 3.7. Если же служение смертоносным буквам, Начертанное на камнях, Было так славно, Что сыны Израилевы Не могли смотреть на лицо Моисеева По причине славы лица его приходящей. Дьявол все старается делать наоборот, Чтобы этим досадить Богу. Он противник. Сатана. 72 года уродовали душу Русского народа коммунисты. Убивали самое смелое, Самое лучшее. Страшные негодяи Оставались в живых, Плодились и размножались. Шло преображение в образ убийцы, В образ лжеца, Доносчика, Сексота. 72 года вытравливали коммунисты Из народа все самое лучшее. И что мы можем ждать сегодня От этого человека? Римлянам 12.2 И не сообразуйтесь с веком сим, Но преобразуйтесь обновлением ума вашего, Чтобы вам познавать, Что есть воля Божия, Благая, угодная и совершенная. 2 Коринфянам 3.18 Мы же все открытым лицом, Как в зеркале, Взирая на славу Господню, Преображаемся в тот же образ, От славы в славу, Как от Господня Духа. Филиппийцам 3.21 Который уничиженное тело наше Преобразит так, Что оно будет сообразно Славному телу его, Силою которой он действует И покоряет себе все. Дьявол обычно является Не с рогами и с хвостом, Но таким, каким ты ищешь его. Если нужно, Чтобы у тебя была сильная, Захватывающая плотская любовь, Он преобразится в такого Джо Блэка, И будет морочить тебе голову, И ты будешь совокупляться с ним, Не зная, откуда он, И кто он такой. Хочешь богатства? Ты мечтаешь выйти из нужды Любым образом? Будет к тебе подходить В образе князя Римонеза Лусио, Как в книге Печаль сатаны Марии Карелли. Хочешь власти? Он тебе ее даст. Подойдет в виде члена парламента, И генерального секретаря КПСС. Все, что только ты можешь вообразить Лучшего в человеке Именно в таком виде, Преображенном, Стилизованном, Неосудительном, Восхваляемым этим миром, Безбожным, Приемлемым, Ты и получишь. Самое рафинированное общество Для тебя воспримет, Как передового. Маленький такой ребеночек, Не лысый, Но кудрявый, Его уже лепили Октябрятом. А зле и коварнее Никого, пожалуй, На земле не было. Не было. Не было. Чем это чудовище? Даже Гитлер В сравнении с Лениным И Сталином Это так. Деточка почти безвредная. Когда говорят о земле, То любят говорить Со словом преображения. Когда она зеленеет, После зимней спячки, Или пустыри, Когда застраивается. Есть в животном мире Такие, которые преображаются В зависимости от окружающей природы. Так и человек В зависимости от состояния души Тоже меняется. Когда человек разгневается, Пятнами пойдет лицо у него От злости. Вот Озия. Хороший царь. Им доволен народ. Но он возымел чувство Преобразиться в большее. Стать в роли священника. Народ воспринимает Все военные реформы царя. Чему бы еще желать, Когда в стране согласие. Он же лишился искать Для славы своей большего, Преобразить священство левицкое. Но лишился и того, Что уже имел. Второе параллель помином, 26, 16, 19. Но когда он сделался силен, Возгордилось сердце его На погибель его. И он сделался преступником Пред Господом Богом своим. Ибо вошел в храм Господень, Чтобы воскурить фимиам На алтаре кадильном. И пошел за ним Азария, священник, И с ним 80 священников Господних, Людей отличных. И воспротивились Озии царю. И сказали ему, Не тебе, Озия, кадить Господу. Это дело священников, Сыну Вороновых, Посвященных для кождения. Выйди из среды святилища, Ибо ты поступил беззаконно, И не будет тебе Это в честь у Господа Бога. И разгневался Озия, А в руке у него кадильница Для кождения. И когда разгневался он На священников, Проказа явилась на челе его Пред лицом священника В доме Господнем У алтаря кадильного. Многое дано Может управлять, Но решился еще и кадилом помахать. Священники его удерживали, Видя, что он хватил через край В своих желаниях. Но преображение уже началось внутри, И из сердца потекло на лицо. Никого не желал слушать. Теперь его можно канонизировать, Но тогда Проказа изгнала его Из храма и отрешила от царства. Он должен был быть изгнанным Из города, но ради царя Изменили правила, Внесли поправки В тогдашнюю конституцию, А этого никому не позволено было. Данные Богом для всех, И за это Бог отнял Благословение, Наведение и пророчество От всей страны. Левитам 14.32 Вот закон о прокаженном, Который во время очищения своего Не имеет достатка. Левитам 14.54.56 Вот закон о всякой язве, Проказы и опоршивости, Чтобы указать, Когда это не чисто и когда чисто. Вот закон о проказе. Второзаконник 24.8 Смотри в язве проказы, Тщательно соблюдай и исполняй Весь закон, которому научат вас Священники, левиты. Тщательно исполняйте, Что я повелел им. Левитам 13.45 У прокаженного, На котором эта язва, Должна быть разодрана одежда, И голова его должна быть Не покрыта, И до уст он должен быть закрыт И кричать, Нечист! Нечист! Иван Златоуст так и разъясняет, Чтоб только после смерти Озии и Исаия пророк Удостоился всего видения, Когда позор, Нарушение закона Был снят с Израиля. Исаия 6.1 В год смерти царя Озии Видел я Господа, Сидящего на престоле Высоком и Превознесенном, И края риз его Наполняли весь храм. У нас такое тоже есть. Саш от муха. Как заразная муха Плюет перед лицом батюшки, За то только, Что ему не было позволено Тополек спилить возле дома. Да за такой плевок Тебя бы у мусульман Переобразили, Голову от туловища Разделив. Бог отделяет Козлищ вонючих от овец, Хотя бы они были И в меньшинстве. В рассказе Льва Толстого, Чем жив человек, Говорится, Что когда Подвыпивший, Но добрый Труженик Семен Вернулся с ангелом, Под видом ограбленного человека, Вошел домой, То жена его гневно Встретила их. А ангел Взглянул на нее И опустил глаза. Потом он скажет, Что увидел Лицо смерти у ней. Но когда она умягчилась И накормила их, То он снова взглянул на нее, И в лице у нее Была жизнь. Это преображение В доброе, Так желаемо нами. Когда человек Только думает Делать кому-то добро, То как он меняется, Преображается, Каким светом Сияет его глаза. И преступник, Когда он желает Сотворить Обычное для него дело, Как бегают Его глаза. На лице блуждает Смертный грех И похотение. Дьявол играет В лице. Даже у детей Сегодня такие Лукавые глаза. Они их извертели. Они уже никогда, Быть может, И не узнают, Какими они быть могли. Бытие 4.7 Если делаешь доброе, То не поднимаешь И лица. А если не делаешь Доброго, То у дверей Грех лежит. Он влечет тебя К себе, Но ты Господствуй Над ним. Преображение Через молитву Победе Над страстями Это так Медленно идет. Но как победить Самую сильную Половую страсть, Если Бог Не поможет Обуздать похоть? Когда беседуют О Боге, То ни у одного Серафима Лицо сияет Светом неземным. Григорий Палама, Тихон Задонский Видели это И в себе, И в других. Но падать, Преобразиться В дьявола Так быстро Убил И уже пал. Дом строится Долго, С трудом, А падение дома Совершается быстро. Ты был, Как ангел, А стал, Как гнилое болото. Воссиять можно При казни в раз. Совершается преображение, Как путешествие Пилигрима. Стать мучеником, Рвануться вверх. В глазах людей Он по-прежнему Разбойник. Заслуженное Наказание Понесший, А в глазах Божьи Он уже иной, Преображенный, Получил входной билет Царства света И прощения. У Ивана Грозного, Совсем еще молодого, Была красавица Анастасия Из дома Романовых. Он сам был Кроткий сердцем, Любил ее страстно, Совершенно нормальный парень, Но когда она Внезапно умерла, Ему подсказали, Что ее отравили. Он закрылся на две недели, И когда вышел, Его не могли узнать. Это был постаревший лет На 30 человек, Даже внешне. Сделался лютейшим Зверем, Развратником, Как пишут историки. Это преображение Вани Обойдется во многие Тысячи голов Невинных людей. Но есть и прекрасные Преображения Из Савла В Павла. В честь кого же Назвали этого мальчика? Доктор Мартен Сенс Читает, Да это также И у Фарара Фарара Толкуется. Что это Редкое имя Саул? Но когда Этот первый Во Израиле царь Преобразился В демоническую личность, Именем его Перестали называть Своих детей Евреи. И тут вдруг Человек С именем Этого самоубийца, Когда избирал Бог первого царя На престол В лице Саула, То избрал Самого лучшего. И как быстро Он преобразился В тирана И убийцу. Саул стал Павлом. Что значит Малый? Таким же Самуничиженным Был и Саул. Первый царств 9.21 И отвечал Саул и сказал Не сын ли я Вениамина Одного из меньших Колен Израилевых? И племя мое Не малейшее ли Между всеми Племенами Колена Вениаминова? К чему же Ты говоришь Мне это? Первый царств 10.9 Как скоро Саул обратился Чтобы идти От Самуила Бог дал ему Иное сердце И сбылись Все те знамения В тот же день Первое царство 10.21 24 И велел Подходить Колену Вениаминову По племенам его И указано Племя Матриева И приводит Племя Матриева По мужам И назван Саул Сын Кисов И искали его И не находили И попросили Еще Господа Придет ли еще Он сюда И сказал Господь Вот он Скрывается В обозе И побежали И взяли его Оттуда И он стал Посреди народа И был От плеч своих Выше всего народа И сказал Самуил Всему народу Видите ли Кого избрал Господь Подобного ему Нет во всем Народе Тогда Весь народ Воскликнул И сказал Да живет царь На горе Видим облако Свет Белизну Страх Относительно Воскресения Христов Можем сказать Какую роль Это сыграло В жизни Каждого человека Точно так же И о крещении Можем сказать О распятии Но что дает На преображение Рассматривая По писанию И сравнивая С тем Что есть Видим Что решили Это искусственным путем Это было Разовое явление Сегодня К Иерусалиму Седутся Со всего мира Паломники И около горы Фавор будет Столпотворение Невиданное Там будут Киоски Как у нас На народной гулянье Как правило Там ясный Солнечный день После литургии Часов в 12 Над горой Появляется Облако Одно И густое Снижается На глазах людей И его фотографируют Ничем Это нельзя Объяснить Раз в году Это бывает От него Громы и молнии Несутся Оно плавно Обходит гору И исчезает Я читал это В воспоминаниях Паломников Что это Опровергать Никак нельзя От Бога Это Или не от Бога Явление Очень интересное Что именно В одном месте В этом месте Как бы Это подтверждать Написано В Евангелиях И Может даже Вера у кого-то Укрепляет Но и Без этого Мы верующие Верующие При входе В алтарь Надпись Святая Святым В дверь Входит Только Епископ Подразумевается Что он Есть Образ Бога Пресвитеры Как Английские Чины И Диаконы Как Преслужники От Кадила Создается Облако Как на Преображении Зажигаются Свечи Свет Подобие Маленького Фавора И Наконец Полностью Вошли в роль И стали Мыслить о себе Как Папа Непогрешимый Произвели Полную Подмену Невидимого Бога Своим Видимым Присутствием Как будто Над каждым Каким бы Ни Был Священник Уже Написано Се есть Сын Мы Возлюблены В Котором Мое Благоволение И Они В этом Уверены И Не Допускают Даже Малейшего Сомнения Что Это Может Быть И Не Так Быть И Ведут Они Только В Рай Что бы Не Говорили Неопасно Метаморфоза Произошла Одно Внешнее Подражание Преображению Без Внутреннего Дает Плоды Анти Преображения И Повторяет Одно Что Я Скажу То И Слушайте Что Я Скажу То И Закон Нужно Чтобы Они Слушали Что Господь Говорит А Им Это Нужно Если Б Они Слышали Из Облака Слова Отца И Передавали Их Нам Был Такой Учитель В церкви Ориген У него Учили Самые Великие Святые Но Потом Он Впал В ересь Стал Утверждать Что У мук Есть Конец Когда То Через Миллионы Лет Очистительных Мук И Покаяния Все Во всем Будет Бог Отголоски Этого Находим И в Православии И у Католиков Где Допускается Мысль Что По Молитам Живых Может Измениться Участь Умерших Это Настоящий Оригенизм Хотя И Отвергается Его На словах Он Же Верил Что В конце Концов В аду Произойдет Преображение Первозданной Природы Души Когда Бог Сотворил Душу Не для Страдания А для Жизни Эта Мысль О преображении За гробом Имела Огромный Успех И она Так Заманчива Но Кто Был Прав Покажет Только Вечность Мы же верим Так Как Учить Святая Православная Церковь Что Мучения Бесконечные И при том Что У человека Только Одна Душа И Участь Определяется Сразу После Смерти И Окончательно Никаких Реинкарнаций Не будет И эту Участь Свою Мы решаем Сами Сейчас При Этой Жизни А если Ты Пал Поднимайся И иди Снова Сколько Распал Столько Раз Иставай Падать Не надо Но Если Такое Случилось Ты Не Отчаивайся Нил Синайский Повторяет И для Нас Согреши Дело Человеческое А Отчаиваться Дело Сатанинское Скажи Скажи Каждый Себе Самому Где Бо Ты Был Сегодня В этот Славный День Преображения Если Бо Не Услышал О Христе Если Бо Не Уверовал И Кем Бо Ты Был Если Сказать О себе То Я Знаю Что Я Давно Был 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 Мертв И Посмотри Что Ты Уже Приобрел В этом мире Но Если Это Только В этой Жизни Нужно То Для Чего Это Нужно Сегодня 19 Августа 1999 Года Приехали Из Сан Эпидем Станции Из Края Хорошев И Из Мамонтова Смирнов Мы Их Уже Не Запустили На Стан Я С ними Чуть Поговорил За Оградой У Хорошего Пузо Через Ремень Свесилось Я Его Похлопал По Брюху И Говорю Что Ты Уростом Себя Нагрузил Украсился Обжорством Прилюдно Толстое Чрево Не Рождая Тонкой Мысли А Вы Такую Мамону Загрузили Невоздержанием Своим И Смирнову Будьте Смирны Не Нападайте На Не Мучайте Себя Страхом Перед Коммунистами Петренко Тоже Не Вечен Уже Парали Чего Хватил Лезут Со Своими Правилами Нет У 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 Кончилось Благодарю Хорошо